Добрый день, дорогие друзья! Мы в прямом эфире, это Прима Медиа Лайф. Сегодня у нас в гостях Юрий Дарман, директор дальневосточного филиала Всемирного фонда дикой природы. Спасибо большое, что пришли к нам. В 2014 году 20 лет как фонд действует в России, правильно? На Дальнем Востоке. Какие-то итоги можно подвести за 20 лет деятельности? Что получилось, что не получилось у фонда? И что он на данный момент себя представляет? Какие планы есть на будущее? Длинно разговорная работа. Начну с того, как все начиналось, потому что именно с Дальнего Востока начались программы Всемирного фонда в России, потому что именно в 1993 году сюда приехала первая экспедиция, когда началась проблема с тигром. Приехали узнавать, что происходит, когда открылась граница с Китаем, повезли в школу тигра в Китай. Приехал Георг Шведа в это время был, это Германия представляла. И вот она сделала первую разведку и сказала, что надо помогать. Надо что-то делать, тигр надо спасать. И вот был открыт полевой офис здесь, в Востоке. Это был первый в России. А уже в Москве чуть попозже открыли. У нас было 1 февраля, у них было 1 июля. Так что мы, пионеры. Да, первые. А начиная с 5 человек, естественно. Сначала было всего 2 человека, но сейчас у нас в Востоке только 30 человек работает. Достаточно большая организация, считаю, одна из самых крупных в России. Организация, которая занимается вопросами охрана именно дикой природы. Что вот за 20 лет удалось сделать, что не удалось сделать? На мой взгляд, самое главное, что все-таки мы стали по-настоящему российской организацией. Это еще очень важно. Мы имеем национальной организацией, мы не какие-то там не американские, немецкие шпионы. У нас есть свой совет наблюдательный из россиян. У нас более 17 тысяч поддерживающих сторонников в России, которые нам помогают и деньги дают, чтобы на эту работу. Я считаю, что как организация состоялась, у нас есть офисы не только в Востоке, сейчас есть в Хабаровске офисе, на Дальнем Востоке, есть в Петропавловске и Камчатском офисе, на Алтае, в Архангельске, в Мурманске, на Кавказе. То есть это крупная организация, которая охватывает почти всю Россию. Я буду говорить больше о Дальнем Востоке, потому что я все-таки, наверное, почти с самого начала нашел работать. Еще в 96-м году мы получили первый грант от Всемирного фонда Дикой природы, когда в Амурской области работал. Вот основные направления деятельности Дальневосточного фериала. Ну, они же всем понятны, в принципе, да. Самое главное, мы же охраняем ее на Дикую природу, то есть мы там и сконцентрированы на этом. Все понимают, что тигр – это символ всей Амурской природы Приморской, Дальнего Востока, Приморского, Хабаровского края. И все программы с тиграми начинались. Сейчас мы, конечно, гораздо шире работаем, потому что, мы называемся не Дальневосточный офис, а Амурский, потому что Камчатский офис самостоятельным стал, Сахалин сам по себе работает, а вот работа именно в бассейне Амура. И у нас, кроме тигра и леопарда, появились большие программы, связанные именно с сохранением самого Амура, как реки. Я родился в Благовещенске, это была такая тема, которой всю жизнь занимался, и поэтому Амурский офис, Амурская программа, появилась пресноводная составляющая. Что угрожает сейчас Амуру, вот на что направлено особо ваше внимание? По пресноводной программе имеете в виду? Да. Ну, вы знаете, что наводнение 2013 года, прошлогоднее, наконец-то всколыхнуло понимание и людей на местах, и чиновников, что вот как раньше не должно продолжаться. Мы об этом говорили много лет, что надо сделать такую политику, чтобы Амур был свободно текущим, надо приспосабливаться к реке. Но 20 лет не было наводения, народ успокоился, начали строиться в поймах, начали лезть туда, куда лезть не стоило никогда. А еще, добавок, в водный кодекс, когда приняли, и водоохранная зона Амуры раньше была там, 15 километров, стало 300 метров. Естественно, после этого, какая может быть природоохранная составляющая этой части? Ну, Амур показал, что он не слушает наших законов, а поступает по природным законам. По сути, во многом вина самих людей. Безусловно. Надо всегда, никогда нельзя, все говорят, мы сейчас реку победим, мы ее там, мы ее задушим, там, поставим дамы еще. Опыт показывает мировое, это невозможно. Река должна жить в своих естественных границах, это пойма. Мы называем это однопроцентный поводок пойма, где она каждые 25 раз стекается. И надо дать возможность там ей растекаться. И надо просто приспособить свою жительность, свою деятельность к этим. Там, конечно, и города построены большие, надо поднять их, обваловать, не допускать. Ну, а в остальную зону надо просто зонировать так, чтобы вместо животноводства, там, вместо скотомогильников, там были сенокосы и плазбище. Вода пришла, ушла, поля остались, ущерб минимальный. То же самое вода, это рыба. Вода заходит на пойму, появляется в озерах огромное количество рыбы. Вот в два года уже сейчас везде рыба. Ее не было почти 20 лет. То есть мы за то, чтобы к реке приспособиться. И наши предложения все были, в принципе, заслушаны, приняты. Вы знаете, уже водный кодекс уже изменили уже в прошлом году. То, что мы добивались 10 лет, нас не слышали. А может, помог нам очень сильно, так напрягся. И убедил чиновников, что надо все-таки его слушать. Я надеюсь, что на следующий год, скажем, в этом году у нас будет буквально через пять дней совещание в Хабаровске. Комитет по Амур и Координационной будет заседать, и там будет вопрос об итогах наводнения 2013 года и о том, как нам перестроить нашу политику водную. Я думаю, что это будет важнейшим. Вы надеете, что что-то изменится? Я думаю, что наши предложения будут приняты. Я встречался с Юрием Петровичем, трудно ему обсуждать все это. Или будет 20 лет до следующего? Нет, ну вы знаете, что уже, опять же... Вы понимаете, как, ну как в России? Прошло, о, ну и все, нормально. Давайте как по-прежнему. Амур, когда разлился, соответственно, управлял свою силу. С другой стороны, немедленно появилась та часть людей, которые связаны с большими деньгами, и они хотят немедленно построить большое количество дампов. И немедленно было предложено построить шесть новых плотин, огромные инвестиционные проекты, давайте закопаем еще раз миллиарды рублей и так далее. Мы говорим, что давайте все-таки подходить взвешенно. Во-первых, эти плотины будут построены через 20 лет, а проблемы у вас будут уже завтра. Во-вторых, эта плотина – это не единственное решение, и даже и самое главное, наверное. Поэтому мы предлагаем весь комплекс мир и надеюсь, нас все-таки услышат. Надо делать... А что за комплекс мир? В первую очередь надо изменить закон об Амуре. То есть надо сделать так, чтобы река имела специальное регулирование. Сейчас заканчивается так называемая схема комплексного использования охранно-водных объектов. Такая схема, которая будет 10 лет работать. И там ничего не прописано толком. Надо в него прописать все вот это. Где можно селиться, а селиться нельзя. Где можно делать пастбище, где можно делать поля, куда убрать города. Вот сейчас смыло просто поселка посудим. Не надо строиться там по новой. Не надо деньги туда закапывать. Давайте сразу людей перенесем. На те места, где не будут топиться. А по сути, сейчас происходит то же самое. Опять могут быстро туда же запихать. Я думаю, что нас многие поддерживают, что этого не надо делать. Надо просто вот это взвешивать. Второй блок, там где уже нельзя люди убрать, надо, конечно, их спасти на будущее. То есть построить такие дамбы заранее, а не когда уже топить начнет. Там в Блавичинске легко очень отгородить, например, весь этот мыс, построить шлюзы, чтобы река не заходила, и будет Блавичин стоять всегда сухой. То же самое в Хабаровске. Там от Уссури, от Башовки, от Хребта и до Воронежа, две сопки больших, там 15 километров сделать нормальную дамбу, и будет город всегда стоять вечно спокойный. То есть вот такие вещи решать. Достаточно просто все. Ну, оно все в принципе понятно, но все требует денег все равно. Плюс, естественно, нужно часть плотины построить там, где есть смысл в этом, где они могут реально принять воду, особенно верховых рек, и собрать хотя бы паводок, снизить его уровень. И обязательно нужно думать о транспортических вопросах, потому что нынче эта вода большая пришла не из России в основном, а из Китая, из Унгарии. И там тоже говорили, что у нас все в порядке, у нас плотина все загорожена, ничего не удержала. Когда пошла такая большая вода, все плотины работали как прямоточные, просто сливали насквозь и все. И все дамбы, которые были построены на Амуре, на самом береговое укрепление, посмывало же. С одной стороны, это страшно, потому что они видели там, как деревня тонула прям, с другой стороны, это позволило Амуру разлиться в старое русло войти, в старые поймы, и поэтому меньше воды нам пришло. Вот это, считаю, очень важный момент. А у нас Благовещенский взяли, и Амур еще сузили. Вот это было огромное растение. Некрасиво было, там песчаные косы. Давайте загородим. Ну, загородили, все это было под водой. Если будет следующий наводнение, в эту трубу вода просто не проскочит. Построили вот этот мост через Амур, это хорошо, но насыпь до моста, огромная длинная насыпь. Раньше там вода бежала, когда были наводнения. Сейчас вода бежать не может. У Хабарска получилась плотина, горлышко, и вся эта вода собиралась, и Хабаровск топила. То есть, опять же, когда строили, не думали о том, что нужно обеспечить пропуск воды. Так же было в Комсомольске, на Амуре. То есть, ниже Комсомольска и щеки, они просто прилетились в плотину, которая держала воду и топила город. Вот это одна из блоков, в котором мы тоже работаем. И как раз я только что вернулся с Амазонки, буквально месяц назад там был, было совещание международное «Великие реки мира». Я давно мечтал там побывать, конечно. Что явно? Был на Миссисипи, был на Меконге, был на Янзы. То есть, самая большая река, наверное, мира и Амазонки. Я там посмотрю, как там что-то делается. Там практически понимают, что невозможно заплудить реку. Там просто дома на сваях заранее стоят. Они знают, как вода ходит. Там 9 метров построены сваи, и дома там уже ждут, что вода придет. И они понимают, что это естественный режим. Если он соблюдается, то рыбы больше, чем мы. А вот слышали про эту идею местного депутата изменить… Пусть Амура перенести поближе. Да, да, да. Вот мнений, много людей у нас здесь было. Ваше мнение – это идея высосанная из пальца и, по сути, такой пиар-ход, либо она имеет под собой реальное обоснование, и во Владивостоке, в Приморожском крае станет тепло, хорошо и… Ну, я не думаю, что это влияет каким-то способом на реальное изменение климата. Человек, в принципе, при желании может изменить все, что хочешь. Перевернуть куда хочешь, но никогда не значит, что будет в конце. Это самое страшное. Поэтому, чем крупнее вмешательство, тем крупнее будет отдача потом. Поэтому я всегда был сторонником мелких инженерных решений, которые позволяют нам приспособиться к реке, к ее естественному ходу, а не пытаться изменить целиком. Как переброс к рекам с юга на север, а потом кончается Аральское море, вы знаете, да? Взяли, разобрали на полив, и сейчас имеется огромное море искусственное, то есть вода с поливов не потекла вниз в море, а создали большое соленое озеро прямо на полях. Вот это итоги. А думаешь, по-другому все планировали? Так же хотели в Каспии воду бросить, а вода опять стала прибавить. Я не знаю, что с ней делать, здесь слишком много. Потому что цикл природный изменился, и все. Не надо спешить просто принимать такие скоропытные решения. И это не решит проблему народного хозяйства. На самом деле климатические изменения гораздо более длительные. Если посмотреть за последние 20 лет изменения климата, если в вершине Амура, где до Уртской степи, до Байкальский край, там температура потеплела где-то на 1,5-2 градуса уже. Реально, да, средняя. В Амурской области где-то 1,5 градуса, 1-1,5 градуса. В Кинганском заповеднике мы мониторинг ведем. А на Уртской области Амура 0, змеи не было. То есть оно же не так все просто, однозначно решается. Поэтому я думаю, что это больше пиаровские ходы. Тем более надо понимать, что это для страны и для России совершенно не нужно. И совсем другие механизмы, чтобы приспособиться к природе и максимально продуктивно работать на земле. Приморский край берем. Какие у нас здесь сейчас основные проблемы, основные проблемные точки? Вот с чем вы боретесь? Понятно, что это тигр, да? Ну, мы не боремся. Ну, защищайте, скажем так, да, мы не против, мы за, да. Что защищаете, где самая большая проблема, вот проблематика и где самые большие успехи? Ну, по тигру у нас самые большие проблемы, самые большие успехи. Прям по нему. Потому что вы знаете, что... Что с китайцами? Так же вывозится... Я просто закончу по тигру. В 2010 году, вы знаете, был саммит, да? Всемирный форум по тигру в Санкт-Петербурге, который мы организовали вместе с администрацией края и с президентом России. И там было показано, что наша популяция, дальневосточная тигра, она одна из самых сильных и крупных в мире, на самом деле. Потому что за предыдущие 10 лет везде численность снижала тигра по всему миру, да? В России численность была стабильная. И говорят, давайте увеличим в два раза. Я говорю, не надо увеличивать в два раза. Давайте, чтобы у нас был стабильный. Да, чтобы она была. Она будет маленько колебаться и все прочее. Это и есть уникальность. 500 тигров в одном ареале, неизолированном, нет никаких прямых курсов на полное уничтожение. Не надо, там, без конца кричать, все пропало. У нас хорошая, устойчивая популяция. Единственная проблема, что не создана система управления этой популяцией. Вот это самая большая задача, которую мы сейчас пытаемся решить с администрацией Приморского края. Это охотнадзор в первую очередь. Вы знаете, что с 1 января у нас идет очередная реформа охотнадзора. В прошлом году мы создали департамент, помогли создать департамент, место управления. То есть повысили полномочия этой структуры. Сейчас создаются оперативные отряды. Мы сначала убрали лесников, сейчас мы возвращаем. Слава Богу, в охотнадзоре такого сильно не было. Хотя тоже была реформа. В 2019 году у нас оставалось 7 инспекторов на всю тайгу. Но у контроля не было потери, слава Богу. Вот сейчас у нас около 60 человек работают в лесу, инспекторов. И главные кадры сохранили. Те профессиональные хатайеты, которые раньше работали, они сейчас на местах и работают. Но денег, конечно, маловато. Потому что субвенции маленькие. И вот общий бюджет порядка 35-50 миллионов рублей не решает эту проблему сейчас. Федеральные опыты у нас есть. Федеральные заповедники, национальные парки, вы знаете, в Приморском крае. Одна из самых худших систем мира сейчас. Именно у нас, в Приморском крае. У нас около 10% территории под федеральными опыты. То есть те, которые навсегда крепко изъяты, имеют большие штаты и большое финансирование. Федеральное финансирование. Они более-менее защищены. А вот 90% территории находятся под защитой охотоведов от надзора. Вот там, я считаю, ситуация, надо помогать ее решать. И мы пытаемся. Увеличивать численность? Естественно, ну минимум 3 инспектора должны быть в каждом районе. Это было провозглашено еще в прошлом году. До сих пор не решено. Сейчас и по одному не везде есть. Потом нужны оперативные отряды. Сейчас они создаются. 8 отрядов будет. Грубо говоря, там около 30 человек. Это активное реагирование на что-то, да? Которые мобильные бригады могут быстро перемещаться из района в район, которые должны реагировать на такие. И они же должны заниматься конфликтными тиграми. Население должно быть уверено, что если тигр какой-то появился, он проблемный, раненый, что еще, его защитят человека. Правильно? Не за тигра будут, а за человека, в первую очередь. Мы тоже согласны с этим. Потому что нужен баланс интересов. Тигр должен человек бояться, уважать и не лезть в наши дела. А мы не будем его трогать. Тогда будет все хорошо. И вот сейчас две группы созданы. Две группы. Мы их обстановили специальным оружием таким. К ним мы стреляли. Вот по техническому вооружению и оснащению все ли сейчас нормально? Ну вот для конфликтной группы в принципе есть. У нас хорошо. У нас помогли наши доноры российские. Дали деньги. Мы купили это оборудование специально. У них оно все есть сейчас. И сейчас надо покупать хорошую технику, чтобы можно было быстро по району перемещаться по краю. Проблема оставалась у нас, что до сих пор не существует у нас свой собственный приморской краевой государственного питомника по развитию тигра. По реабилитации тигра. Вот он есть у нас в Алексеевке. Но он не наш, не краевой. Он подчиняется инспекции тигр. И край практически не влияет на ситуацию, к сожалению. Я считаю, что все-таки надо вопрос этот решать по государственному. И все полномочия по сути дела переданы краю. Пускай он не занимается этими вопросами. Это вот большой блок, который мы делаем. И система краевых заказников. Она у нас тоже развивает очень быстро достаточно. И вот только знаете, наверное, позапрошлым годом был создан заказник среднеуссурийский. Как раз на стыке с китайцами. Он решает проблему перехода для тигра в Китай. И еще у нас один заказник в перспективе есть создание комиссаровский. Надеюсь, я тоже. То же самое и с Китаем. То есть зоны. И если мы это все завершим, плюс охрана зона Наспарков и ОПТ на Бикине, я думаю, что вот все, что планировалось и было записано в ту самую программу, помните, 1994 года, все будет реализовано. Про Бикин поподробнее. Что сейчас, какая там сейчас ситуация? Была же, насколько я понимаю, критическая, да? В смысле? С вырубкой лесов в верховьях. Нет, нет. Ситуация с Бикином более-менее стабильная сейчас. На сегодняшний день на самом деле. Несколько раз вопрос поднимался, когда пытались Бикин сдать в аренду. Но его же не сдали в аренду. Он так и остался нерубленный, чистый. То есть, ну, каждые два-три года череновец промышленник просил, дайте мне эту территорию в аренду, я там везу порядок. Ну, естественно, вот и мы вместе с коренными народами ассоциаций выступали против, и этот вопрос оставляли до лучших времен. Сейчас подготовлена вся документация по переводу, по объявлению Бикина всемирным наследием. После этого, я считаю, будет он достаточно защищен, такой, по крайней мере, на мировом уровне. Его значение будет признано. И есть прямое поручение президента о создании федерального особоохранения природной территории на Бикине. А вы считаете, в Пекине внесут все-таки этот список мирового? Он уже внесен, только в предварительный список. Ага. Осталось его утвердить. Для этого проблема, нужно обеспечить его реальное сохранение. А этого мы не можем. Но это когда возможно его внесение вот уже... Ну, в принципе, он очень стоит на следующий год. На 15-й уже, да? Ну, вот почему и есть поручение президента создать там федеральную ОПТ, туда появятся деньги федеральные. Сейчас некому охранять просто. Сейчас в Бикине есть заказник местного значения, краевой наш, до верхней Бикинский. Есть территория традиционного предопользования, местное, краевое, а вот тоже значение. На всю территорию опять человек охраняет ее. Если будет там национальный парк, например, там будет уже 100 человек охранять ее за счет денег федерации. То есть вот тогда Москва скажет, но мы не боимся объявить громко что это наследие, потому что мы можем его защитить. А в противном случае будет только мы объявим, тут же начнут все кричать, что вы его вырубаете там. Ну да. То есть вот такая существует проблема. А угроза от Китая какая-то сейчас еще есть? По торговле и так далее? По торговле, да, дериватами, да? Ну, естественно, по-прежнему есть какой-то пресс, но гораздо меньше, чем был раньше. Вот когда границу открыли в 1992 году, вот тогда был просто сумасшедший пресс, тогда было полное безвластие в их канале, там почти 100 тигров, там за 2 года, наверное, убили, чтобы продать китайцам. Потом была создана инспекция тигров, это первый вариант ее, который при грузском экологии работал очень эффективно. За 3-4 года порядок навели, и вот это в канале снизилось. И сейчас, в принципе, где-то, ну, наверное, 10-15 тигров ежегодно убиваются негодяями или для таких целей, но это, в принципе, не смертельно. А в прошлом году, наконец, удалось подписать законы. Потому что были хорошие законы, что убьешь тигра, там тебя накажут, это хорошо. А вот если ты его везешь в шкуру торговать, тебе наказание было 1000 рублей. Сейчас полное наказание за это, включая тюрьму. То есть уже и торгаши будут наказаны, и те, кто контрабандисты, будут наказаны. И наша доблестная полиция начала работать хорошо. Вот за прошлый год практически 8 шкур подфисковали те, кто пытался торговать, перевозить, внутри России. Вот это очень важно. Был у нас директор «Земля Леопарда» парка. Андрей Васильевич Бородин, да. Он сетовал на то, что очень жестко пришлось поступить собственными сотрудниками, из которых много, да, сами, собственно, занимались браконьерством. Вот как делать так, чтобы люди, да, ну, грубо говоря, не ворвали то, что сами охраняют? Это проблема вообще? Да, всегда проблема была у всех. Вы знаете, что как только силовая структура, через 5 лет она окукливается, ну, надо сделать структуру, когда будет контролировать эту силовую структуру, и так далее, и так далее. Это всегда. Нужна нормальная ротация кадров, нужна нормальная материальная заинтересованность, и нужна все-таки, ну, внутренняя чистка постоянно, натислиться постоянно, перышки свои чистить. Как только попался, не бояться этого, угонять, громко об этом говорить, и все прочее, чтобы все это знали. Ну, поэтому другого варианта просто нет. И зарплаты должны быть достойны, конечно. Когда у охотнадзора были зарплаты по 15 тысяч рублей, ну, кого туда набирали, естественно. Ну, да. Будет зарплаты хотя бы 40 тысяч рублей у охотнадзора, то будет достойный зарплат, человек будет за эту работу держаться, правильно? Помимо тигра, какие виды животных, каким-то видами животных вы занимаетесь? Ну, про леопарда не будем, надо сильно подробно говорить, но для меня это просто было самое большое горе и самая большая радость. Потому что, когда я пришел работать в фонд сюда в 99-м году, я долго думал, есть ли вообще шанс его спасти? Потому что оставалось все. Оставалась одна самка размножающаяся, по сути, сделал 30 леопардов, даже меньше. И думаю, ну, наверное, проще их всех отловить по зоопаркам и забыть эту тему, да? Но потом все-таки взялись в 2001 году. Прошло 10 лет, вот сейчас мы можем сказать, что все, что мы планировали, удалось достичь. Благодаря поддержке Приморского края, благодаря поддержке, в первую очередь, конечно, Сергея Борисовича Иванова. Если бы он лично не вмешался, конечно, я не смог бы преодолеть вот это ведомственное разногласие. Потому что я начал работать, охотно, говорят, это мои заказники, я буду хранять. Как я имею в виду, это мой заповедник, я никому не отдам. Министерство говорит, это мой заказник, я никому не отдам. То есть было много всяких мелких ОПТ, которые были сильно, не сильно, слабые, без денег. Вот это вообще проблема, вот это... Межверностная проблема. В России она очень серьезная, очень серьезная. Вот когда создали единое министерство, у них стало полегче все. Сейчас в одних руках и лес, и охота, по крайней мере. Хотя даже вот на этом проблеме уже сейчас существует... В Москве подчиняется разным замминистрам. У нас в Приморском крае лес подчиняется вице-губернатору Сидорову, а охота вице-губернатору Сидоренко. И не всегда удается начинать общий язык, потому что они в разных руках. Не потому что они там ссорятся, а потому что просто разные параллельные власти идут. А надо, конечно, все это вот как в Хабаровской отделе Министерства природных ресурсов. Там министр Шехалев, ему подчиняются и охотники, и рыбаки, и лесники, и геологи. То есть в одном министерстве все это вот в одних руках. То есть я считаю это гораздо более эффективным для управления. То есть по Леопарду считаю, что, вы знаете, удалось все-таки численность увеличить его. Уже не меньше пятидесяти, семь самок точно размножалось, мы знаем. Создали объединенное ОПТ. Там есть такие деньги, которые нам и не снили сейчас уже. То есть я там давал какие-то там сто, двести, триста тысяч долларов в год мог найти от доноров. Сейчас три миллиона долларов государство дает в год на содержание. То есть это, считаю, прорыв серьезный очень. Сейчас главное, чтобы система заработала. Это очень важно. Помимо Леопарду? Ну, естественно, мой любимый вид это дальневосточный аист. То есть символ Амура. Для каждого биома у нас есть свой символ. Конечно, да. Для пресноводных экосистем, для водноблотных угодий, это, конечно, дальневосточная аист. Этот вид только на Амуре гнездится, больше нигде его нет. А осталось три тысячи с половиной птиц сейчас. Было три тысячи, уже три с половиной птиц. Тоже выросла маленькая. А все зимы мыть на Янзы. Я туда-сюда летал, смотрел. Мы с японцами вместе вешали передатчики космические. Все миграции полностью отследили, куда они летают. И, по сути дела, на каждом месте, где они становились, сделали заказник или заповедник. То есть это максимально, считаю, тоже успех наш. Сделана целая сеть через весь Китай, по сути дела, из России, по охране этого вида. И численность начала расти. Вот сейчас уже блюд исполнил. Тысяча из трех тысяч выросло на 20%. Это чисто зависит от воды. Потому что лягушки, рыбы, сами понимаете. Если вода грязная, загрязненная, то аисты погибают. Так было в Японии, когда ДДТ. Хлорганическое использовали. У аистов, они же рыбу едят. Накапливают себе эту хлорку, ДДТ. И у них скорлупа измягчается. И они, собственно, яйца раздавливают в гнездах. И аист полностью сейчас с Кореи, с Южной, и с Японии. Из-за пестицидов. И сейчас японцы вложили миллионы долларов, чтобы аистов обратно вернулись в Японию. У нас же мы давали своих птиц, туда их увозили. И сейчас у них там пять пар вроде уже живет. А в Корее только собираются выпускать в этом году. Тоже наши птиц, которые мы их отдавали с Хинганского заповедника, с Боуинского заповедника. То есть это вот вид, который, я считаю, символом является чистоты воды. Ну и у нас символ. Нам нужно решать демократическую проблему. Аисты в пяти таскают, спой Боже, таскают прямо. А я всегда говорю, моя мечта, чтобы когда вижу гнездо аиста на крыше дома, как на Украине, значит я скажу, все, спокоен. А пока что наши аисты гнезды, как можно дальше они боятся человека. Это мы виноваты, что они нас боятся до сих пор. Живут они долго, по 40 лет. И раз обидели, они помнят, если им дети рассказывают. Нас обижают эти люди. А как вы относитесь к охоте? Ну я сам охотовед по образованию. Иркутский карачал, много лет охотился. Последние лет 15 карабин почти стил, брал сейф. Нет необходимости уже специально охотиться. Но раньше для жизни охотился, конечно. Я считаю, что охотники, как ни странно, это наши главные друзья. На сегодняшний день они больше всех заинтересованы, чтобы в лесу было зверьё. Единственная моя проблема, что вот когда мы делали опрос охотника специального, это было уже 7 лет назад. И вот, грубо говоря, 2% охотников сказали, что мы тигра убьём, если увидим. Вот эти 2% они самые страшные. Потому что они, во-первых, профессиональные, они с оружием и могут действительно это сделать. Вот с ними мы пытаемся или бороться, что негодяев посадить, или убедить, что это не наделать. Мы объясняем, что даже если тигр из в угодьях, он же волка полностью уничтожает. Волк гораздо страшнее для вас, чем тигр. Потому что тигра лишнего не съест. Он убил, съел, через неделю прошло 2-го убил. И самцы свою территорию держат, других не пускают. То есть плотность какая-то стабильная. Наша стабильность показывает, что стабильная. А если волки появятся, они всё перережут у вас. И численность копытных упадёт. И у нас есть опыт. Хозяйственная модель на медведь, например. За 10 лет вместе мы работаем. Сейчас копытных хватает и тигру, и человеку. То есть охотники довольны. И численность копытных выросла почти в 3 раза. И плотность такая же в охотных хозяйствах, как в западнике с соседнем. Одинаковая стала. И тигров одинаковая плотность и там, и там. То есть можно существовать. И охотники полнуют свой интерес. Почему нет? Это, я считаю, очень важное направление наше. Сафари-парк, который есть у нас. В Меденцево, Дмитрия? Да. Какое-то сотрудничество есть? Ну, по определению, Всемирный фонд дикой природы не поддерживает разведение животных в неволе. Мы поддерживаем центры, которые занимаются реабилитацией, для того, чтобы обратно в природу выпустить. А зоопарки у них есть своя ассоциация и всё прочее. Дмитрий Меденцево, мы давно сотрудничаем. Мы постоянно к ним едем, любуемся с зверями, которых он там развёл. У себя это хорошо. Возим своих гостей туда. Показывают тигров, которые прекрасно построены. Но прямого предохранительного сотрудничества у нас нет. Мы деньги вкладывали только в центр «Утес» в Хабаровском крае. Там есть специальная вольера, где тигров разводят мили зоопарков, чтобы обратно в природу выпускать. И также там проект шёл по медведям Белогруды. Там милии разводили маленьких, воспитывали обратно, милицы выпускали. Всё это мы подделили, такие вещи. А просто зоопарки – это не наше. Тавричанки с стрелениями поддерживаете? Нет, у нас нет морской программы. Я сказал, у нас есть амурская, лесная и видовая тигрина. А она может появиться? Ну, к сожалению, самое смешное, что японское море не является мировым приоритетом. Для нас, кажется с вами, что это самый богатый край. Они говорят, что море кораллов – да, это богатое. У нас Охотское море и море Берингово. Вот эти являются приоритетом Всемирного фонда «Дикий природа». Им занимается, как раз, этот Камчатский офис наш. И Мормонск – это, значит, Белое море, это Баренцево море. Там приоритет мирового класса. А японское море не является приоритетом, поэтому на него деньги не дают на охрану. Естественно, мы этим не занимаемся. Раньше у меня был офицер, который занимался этими вопросами. Сейчас его нету. Хотим, может быть, появится возможность, будет человек, который занимается рыболовством в целом. Но не японским морем. Потому что у нас здесь все промышленность сконцентрирована. И сейчас, наверное, минус, кто переедет частично, по крайней мере. Может появится человек. А каком-то сотрудничестве, ну вот понятно, что по морю нет. Но вот океанариум, который строится, да, океанариум будет огромный, как-то вы будете связаны с ним? Практически нет. Я опять же говорю, здесь живут в него для показа людям, в первую очередь. И строится морская программа. А в строительстве там денег достаточно без нас. Все-таки мы, вроде как, богатые организации, но не столько красивых государств. А вот сейчас самые большие проблемы. Что у вас наиболее не получается? Либо трудности возникают? Я считал, что самая большая проблема в Приморском крае, за все годы, которые мы не решили, это проблема нелегальная заготовок древесины. То есть вот эти черные лесорубы, они по-прежнему остались черными. Мы их никуда не можем деть. Хотя ситуация в последние полтора года маленько начала улучшаться. У нас в целом наше построение улучшаться, потому что новое законное появилось и все прочее. Если в Хабаровском крае мы там вот нашли давно уже полное взаимопонимание с управлением лесами, и плотно работаем, и с полицией местной, и все прочее, то здесь у нас вот идет перманентная борьба такая. Хотя в последние годы пытаемся наладить свои более тесные контакты. А что конфликт с местными администрациями? Я считаю, что самая большая проблема, что это слишком богатый край. В Приморский край есть гораздо больше богатые древесины, на которые гораздо проще строить коррупционные схемы. На простой елке коррупцию большую не сделаешь. А вот когда ясень или дуб, когда одно дерево стоит две тысячи баксов, вот тогда появляется возможность вот здесь. И в конце концов, мы об этом говорили в 2021 году. У нас первый отчет был написан, что вот в Приморском крае, если вы будете так же продолжать, создадите лесную мафию. Это отчет был представлен в госсовете, как положено. Но нам говорят, две тысячи не может быть. Вот прошло десять лет, вот она есть в наличии у нас. Вы все эти фильмы видели, кино все эти видят про черный лес и так далее. Но это все про нас, про Приморский край в первую очередь. Вот недавно было буквально заседание, приезжала к нам комиссия из Рослесхоза, разбирались опять с лесэкспортом с проблемой, с нелегальными рубками, с усилением контроля в лесу. Ну надеемся, что что-то изменится. Когда пришел Владимир Владимирович Миклушевский, вроде как у нас начало сотрудничество гораздо активнее развиваться. Вообще угрожают Приморью вот эти вырубки каким-то экологическим последствиям? Ну как сказать, если говорить о том, что, как у нас говорят, наводнение появится от того, что этого нет, потому что все-таки у нас в лес выборочные рубки идут не сплошные. То есть ельники там начаться не выкашивают. Наоборот, ты на лес компания, а это наш ведущий партнер, как ни странно, опять, как охотники. Мы с ними работаем, потому что они ведут только выборочные рубки. Они взяли на себя добровольные обязательства не рубить все кедровники, сохраняют и так далее. То есть мы с ними сотрудничаем. Проблема в другом. Проблема вот кедры вырубался, помните, да? Да. Мы пытались это остановить, никак не получалось. Это не этот тигрино-саммит, когда мы прямо Путину положили на стол предложение, и он это взял, а вот вперед, чтобы кедры не рубили. Кедры больше не рубят. А это же, китайцы говорят, вы что, сумасшедшие? Это же яблони с яблоками. Яблоки же выгоднее продавать так, чем пить пеньок от яблони. Вот сейчас я нашел понимание, что когда в 2005 году 28 тысяч тонн ореха вывезли из Приморского края, то же какие деньги можно будет заработать. А в этом году опять будет, наверное, большое урожай, тоже по 20 тысяч тонн можно будет заработать. И это же деньги местным жителям прямо. Он пошел, собрал эти шишки. Это не с руком. Так, вот был разговор, опять же, да, про то, что на самом-то деле богатство Приморского края, да, там не в самих, да, деревьях, там, не в том, а в том, что мы имеем ту растительность, которая у нас находится в лесу. Да. Почему, вот по-вашему, этим мы не занимаемся плотно? По сути, мы могли бы стать одним из ведущих поставщиков на Юго-Восточную Азию. Ну, вот как раз наша программа этим занимается. У нас есть ведущий сейчас экспорт, Евгений Лепешенко, у которого главная идея, как заставить недревесную продукцию леса работать на рынок. И она как раз ближе всего к местному населению. Мы идею эту, таежная фермер, так называемую, давно проводим. Лимонник, ягоды, орехи, грибы, все можно собирать и продавать в Китае. Плюс примерно 200 видов лекарственных трав, которые китайцы Которых там просто навезут. Но пока ничего не получается. Как ни странно, в Сибири, Томской области, она вот такая маленькая, да, и она имеет гораздо больший оборот по недвесной продукции, чем весь Приморский край. Бизнесменам как-то здесь не уродилось. С Хабаровским краем мы работаем очень плотно с АО, лесные продукции. А почему это их не интересует? Они как там вот... Потому что, по-видимому, мелкие фирмочки проживают нелегальным бизнесом, и этого хватает. И поэтому никто в серьезное не приходит почему-то. Мы слишком богатые, чтобы что-то начать, по-видимому, да. Поэтому проще украсть по чуть-чуть, наверное, чем построить. Нужны инвестиции, опять же. Ну, невозможно. Сейчас у нас появился единственный нормальный производитель, можно сказать, орехов. Это Карасев в Арсеньеве. Он построил, как положено, предприятие, купил оборудование, которое может орехи перерабатывать, вплоть до упаковочки, все до конца. А нам же проще взять сырой орех продать из Китая, еще успокоиться, деньги пропить, и ждать следующего урожая. Он инвестирует деньги, делает инвестпроект, взял в аренду орехопромысловую зону, охраняет их от браконьеров. Вот это первый наш пример, который реально развивается в бизнесе. И он уже, в принципе-то, ну и бизнес-то поднялся на самом деле, и деньги он заработал, и для себя, и для людей, которые работают у него. Есть шансы у нас. Мы работали очень долго с лимонником, с компанией. Очень много ноу-хау. Наша наука была очень умная. Но почему-то от ноу-хау до реального производства почти никогда не происходило вот этого. Мы работали с иркутским биофармом гораздо более эффективно. Там как-то сразу получается бизнес-цепочки, а здесь вот пока не выходило. Я уверен, что вот поведено китайцев привлекать, они умеют зайти лучше нас. Ну да, если сами не можем. Не те, которые нас скупают, а те, которые думают и организуют производство. Вот тех надо звать сюда. Ну это выход, да. А про благотворительные программы, вот вопросы с интернета, какие в этом году планируются? Что это подразумевается? Вот не знаю, что такое благотворительные программы. Ну, в Семеновском, это не благотворительная организация. Мы не раздаем деньги просто так. Мы даем деньги, так называемые, целевые гранты на конкретные правоохранные задачи. Вот мы хотим там, сейчас в этом году занимаемся созданием заказников в Хабаровском крае, Арсеньевского. Значит, мы выделили деньги Институту водных проблем экологических в Хабаровском крае. Они пишут обоснования, научные экспедиции организовали. Вот это наша благотворительность, которую мы выделяем. У нас есть деньги в этом году, которые Сергей Иванов опять выделяет нам. Мы запускаем их через район Хасанское, например, и обеспечим большую программу по Леопарду, именно по экобразованию. Вот эти деньги. У нас такая же программа есть в Данилищинском, в Пожарском районе, в Чугуевском районе. То есть мы работаем со школами там. То есть это в какой-то степени благотворительность, наверное, потому что мы о будущем. Не будет завтра, да? Результат будет к этому будущему. То есть у нас даже большой бюджет, и в принципе мы огромные деньги притаскиваем в край, я считаю. То есть деньги, которые мы зарабатываем, пишем эти проекты, заявки, получаем деньги и зарубежных доноров, и от наших доноров в России. И мы всех направляем сюда, в охранную природу просто все делают. Плюс платим налоги все в наш край. Здесь прописаны. Каждый год 5-6 миллионов рублей налогов только я плачу. Положим. А вот лично вам, ну вот зачем вам нужно вот природу мать нашего хранить? Вот что вами движет? Я сам, Дарман Амурский, родился в Благочинске. Моя мама родилась в Благочинске, моя бабушка родилась в Благочинске. То есть мы уже здесь давнишнее поколение. Я на реке вырос, и у меня батя был моряком, меня таскал по этой реке, вверх-вниз несколько раз, я по ней ходил. Потом я стал охотоведом, работал в заповеднике почти 10 лет в Хинганском. Писал диссертацию, изучал. Потом в академии наук работал, занимался созданием системы заповедников Амурской области. Потом появилась возможность работать в фонде. Здесь еще больше простор для работы. Создать опять новую систему опыта. Моя была цель жизни создать систему, я называю ЭКОНЭТ, экологический каркат для территории. Как я говорю, богу-богу, кесарю-кесарю. Отдать, я говорю, 15% в природе. 15% вот под заповедники, заповедники, заказники, кенспарки, чтобы не трогали там это. И этого, в принципе, хватит, чтобы поддержать баланс в природе. 15% люди уничтожат. Под свои заводы, под среди, под дороги. А вот на старой территории остается 60%. Надо там как-то устойчиво природа пользоваться. Чтобы и себе, и природе маленько оставалось. Но вот это все вместе есть цель моей жизни. Я считаю, что вот уже ближе к 70-ти годам я почти ее достиг. Моя главная задача была создать систему ПТМ. Мы ее создали. 4,5 миллиона гектаров. Это, по сути, страна. Под охраной Багаря, Всемирного фонда дикой природы и в том числе моей личной активности. По поводу, не хотел спросить вас, туризма. Именно вот экологического туризма, который достаточно популярен во всем мире. Ну а Приморский край как бы это вообще не исключение, потому что край богатейший, с какой-то уникальной природой. Вот можно ли это у нас здесь развивать? И почему это не развито до сих пор? Это почти то же самое, как про неизвестный продукт Сулеция. Можно и нужно, а почему и развивается? Второй вопрос. Когда мы начинали работать, у нас была большая программа по строительным специально. Мы выбили деньги из США, получили почти миллион долларов и вложили в конкретные проекты по развитию вот этих баз туристических на базе заповедника и все прочее. Из четырнадцати проектов только три до сих пор работают, остальные просто умерли. То есть не получили дальнейшего развития. Вот Владовский заповедник, знаете, например, там построил свою хорошую базу, остров Петрово, люди ездят и все прочее. Но опять же, он платил налоги в район, за землю и все прочее. Район решил, что такое мало так платы, давайте увеличим пять раз ему налоги на землю. Он сказал, вот вам налоги, я ухожу. И сейчас будет съездить на район, ждать куда, никто не придет вообще. То есть это опять наша проблема. И мы предлагали сделать береговой кодекс по Приморскому краю, потому что понимали в 2020 году, что вот-вот все разворуют, все землю растащат по берегу. Давайте сделаем береговый код как закон и запрети ему там и там и там расхватывать землю. Нас никто не поддержал тогда в крае. И в итоге вы видите, сейчас сиди курятники понастроенные по всем берегам. Кому они нужны? За цену отеля пятизвездочного, живи в этом сарае. Прошу их в пухе слетать и вернуться за те же деньги. То есть просто надо было землю зарезервировать и отдать крупным инвесторам. Сейчас приходит инвестор и ему говорит, а землю продаем ты дорого. Все спекулянты на земле. Посмотрите, что творится по берегу Холстанского района. А нас обвиняют, чтобы это брали на землю под национальный парк. Так она просто брошена земля, потому что все спекулянты на везде сидят. Оставили коридор, например, для трубы. Потому что все говорят, понимают, нужно газ, нефть пропускать в Корею, в Китай. Оставили коридор, чтобы это было свободное для зоны. Тут же скупила эта фирмочка Гамов эту землю, как или не парк. И сейчас говорит, а вот давайте, мы вам пропустим весь коридор, заплатить нам миллион долларов за метр квадратный. Купили за миллион долларов все, наверное, а теперь будут прослеживать. Вот это то, что тормозит, я считаю, развитие края. Потому что не было в крае хозяина, который думал бы хотя бы на пять лет вперед. Как вы относитесь к строительству вот этих заводов в СПГ, да, в перевозной, к нефтезаводам? Мы не занимаемся напрямую этим вопросом. Мы занимаемся дикой природой. Ну да, ну вот. Когда строили газопроводы, нефтепроводы, мы этим занимались. Потому что как лучше проложить, чтобы меньше навредить природе. Это была наша рахта. Это не навредит природе? По СПГ я говорил с вами уже много раз. Сам завод, если его правильно разместить, наверное, не такая страшная беда. Проблема, где его разместить? Ну, когда говорят об СПГ в бухте перевозной конкретно и пытаются спекулировать на леопарде, я говорю, не надо спекулировать на леопарде. Это проблема не леопарда. СПГ это проблема загрязнения природы, загрязнения береговой зоны, перенос воздуха плохого в Володивосток. Это льды там в перевозной. Они не касаются леопарда, они касаются будущего развития Хасанского района. А что за воздух в Володивосток? Ну, потому что там уже будет факел гореть постоянно. Факел горит, а ветер какой южный? А расстояние по прямой 7 километров, ну не 7, а 17. То есть в прямой видимости, значит, факел будет сюда, облако будет сюда нести, наверное. То есть такие вещи. А какие там химия будет какая, надо все смотреть. То есть я просто в этом плохо разбираюсь, потому что я не химик, я все-таки белок охотовед. Но говорю, что эта функция, когда занимается Академия наук, специальные институты и все прочее. То есть мы не против. И было предложение профессора Беребраженского. Давайте все-таки кратко правильно, спланируем его. Вот есть схема детальной планировки. Вот здесь у нас будет нефтегазовый комплекс. Построим заводы и все прочее. Окружим их там 5-ти километровую зону лесов, чтобы спасать. А людей будем там привозить и увозить, как положено. Они строят прям в поселках эти заводы, которые потом не будет ни санитарной зоны, ничего. А вот Хасанский район – это единственный угол на всю Россию сейчас остался, кроме Черноморского, как прежний кусочек, где есть море, где есть возможность развивать туризм какой-то рекреационный. И сейчас там 350 тысяч в год приезжают, живут в этих палатках, живут в этих сараях и везде прочее. То есть люди едут и готовят больше ехать. Ну надо строиться там. Мы построим пару таких заводов и кончим этот ресурс. Его не будет просто. Вот проблема-то в чем. Надо просто, ну как сказать, это есть государственный подход. Нужно, чтобы Академия наук серьезно, географически планировала вместе с земельчиками и разводила эти вещи просто. Вообще у нас есть вот подход на пять лет вперед. Вот когда была программа 94-го года в Приморском е, это был просто прорыв был тогда. Наша Академия подготовлена со всеми специалистами, с краем Приморским. Это была программа Приморского края. Она была единственной, наверное, в Сибидовом Востоке такая тщательная. Их мы еще и выполняли. Вот. А когда она закончилась, никто больше ничего не сделал пока. Сейчас вот есть маленькие какие-то программки, разовые какие-то. Вот то, что Владимир Владимирович Микрушевский пытается все это соединить в одной целой, пока я пока не вижу единой целой картины. Один там блок по лесу, отдельно блок по морю, отдельно блок. Но тут не знаю, кто в этом виноват. Нужна схема территориальных планировок, которая предусматривает долгосрочное развитие. Я, как Всемирный фонд «Дикой природы», как биолог, понимаю, что есть закон на развитие исторических, которые мы не сможем отменить. Географически. Вот если я говорю, что побережье Хасановского района будет застроено. Хоть ты там расшибись. Мы можем маленькую точку составить, где-то морской западник и все прочее. Но вот трасса все равно пройдет вдоль берега. И все, где люди могут жить, они там поселятся обязательно. Давайте заранее спланируем, чтобы не дать хаотическое все это делать. И тогда будет все нормально, я думаю. Но мы все равно не избежим этой участи. Планы вот амурского филиала на ближайшую перспективу? У нас вообще всегда планы есть. Потому что я, когда пришел работать сюда, когда мы делали оригинальную программу, мы почти год работали вместе с академиками, со всеми нашими институтами, со всеми экспертами и создали так называемый природоохранный план действий до 2020 года. Книжечка вышла, там не только Всемирный фонд «Дикой природы», но и другие общественные организации объединились вместе. И прямо расписали, что мы хотим сделать. Вот я по этому плану так иду, как по учебнику. «Сделал, сделал, сделал, галочки ставлю. Что не сделал, значит еще виноват буду делать». Сейчас как раз иду точнее этого плана. Мы где-то в мае месяце будем собираться опять в Хабаровске. У нас в Хабаровске и раз в два года собирается так называемая «Амурская коалиция», все общественные организации, где-то 17-го организации. Собираемся и думаем, как дальше жить. Вот будем план на 7 лет в следующий раз расписывать подробно. Сейчас закончили полностью анализ по системе ОПТ, что сделано, что не сделано. Сейчас занимаются рыбники. Понимаете, это самое сложное. Просто я еще пока не могу подступиться к которому, как решить проблему, особенно со сетрами на Амуре. Сложная задача. Вот я думаю, что мы все это спланируем и будем действовать. А дальше моя задача, как директора филиала, под это все найти ресурсы. Это не такая простая задача, что идет в мире большая борьба за эти деньги. Моя задача найти хотя бы на 3 года порядка 10 миллионов евро. Это почти пол миллиарда рубля. Да, почти пол миллиарда. Про волонтерскую помощь. Про волонтеры фонда дикой природы. Как стать волонтером, вот вопрос. И если не деньгами помогать, то чем можно помогать? У нас есть. На нашем сайте можно зайти легко, там www.ru. Там написано, как стать сторонником ВВФ, как помочь ВВФ. Здесь, на Дальнем Востоке, у нас нет больших программ волонтерских. Единственное, что мы когда проводим массовые акции, это у нас День тигр, естественно. Всегда всех приветствуем. У нас бывает большая колонна. Наши друзья приходят, помогают нам рассказывать о тигре и вести эти само занятие с людьми. Есть у нас день посадки кедра ежегодный тоже в мае месяце. И каждый год у нас волонтеры очень сильно помогают, выезжают вместе с нами. Мы прям автобусы организуем, чтобы садить кедр, то есть восстанавливать природу. А таких вот постоянно у нас нет. Вся система, как Вова раньше работала, помните, когда были ячейки в каждой школе и все прочее. Мы все-таки являемся структурой, которая имеет сторонники, которые просто нам деньгами помогают. 17 тысяч человек каждый год платят на взносы от 1000 до 5000 рублей. И на эти деньги мы выполняем те работы, которые они нас просят. По сути дела, вот так получается. Часто ли возникают конфликты с районными администрациями в Приморском крае? Да, в принципе, там, где наши модельные районы, мы работаем. У нас Пожарский район, очень плотно работаем с Владимиром Синицыным, главой района, с Думой Пожарского района, с Кирпичевым. Все наши программы мы обсуждаем обычно с ними и согласовываем на специальных совещаниях. Такие же у нас программы сейчас идут по Хасанскому району, совместно обязательно. То есть практически таких противостояния. Была проблема с Хасанским районом в свое время, с Нарыжным Александром Степановичем, который был стойким противником стоянного парка. То есть убедить мне его не удалось. Просто не удалось, все, ни за что не хочу. Ну вот парк сам создали, а его не перезбрали. Не моя вина. Какие ваши самые любимые места в Приморском крае? Земля Леопарда все равно остается самым любимым местом. Ну и конечно Педан. То есть тоже опять обидно же. Мы же... Был нарисован природный парк Южного Приморса, так называемого, на Педане. Еще в 1997 году. Все об основе было готово. 40 тысяч гектаров сделать для туризма, для людей и все прочее. Не дали лесники. Давайте лучше вырубим. Вот сейчас видели там. Позахватали, как попало, что попало, все. Нет государственной руки, одного глаза нет. Идет все волонтерским таким добровольным способом. Кто что хочет, то и делает. И что хорошее будет. Все вот эти тисы вырубаются вот такие вот. Тысячелетние и все прочее. Мы не смогли тогда убедить администрацию, что это важно. А природные парки... Вот мы хотели островные природные парки сделать. Наше богатское водохранилище, вот это пионерное водохранилище. Тоже давно предлагали, давайте сделаем природный парк. На всей богатой гриве этой. Это же как вот я был в Вашингтоне в городе в США. У них в центре города национальный парк. На выходные закрывают все дороги, все на велосипедах, все пешком ходят, гуляют там, все прочее. Все счастливы. И это же еще и воздух там хороший, и растения. Ну в общем, вот все рядом можно сделать. Но для этого надо вложить деньги. Просто так не бывает ничего. И тогда у нас будет просто, ну, будет город-сад, как положено. А вот почему вот инвесторы неохотно вкладывают вот в такие экологические проекты? Ну, смотри, что за русским проектом. Ну вот, например, вот если сделать вот возле водохранилища такой национальный, природно-развлекательный парк, да, назовем? То есть, если делать по-настоящему окупаемый проект, он почти все уничтожит. Будет типа Диснейленда, вот как он сейчас делается в Тавайте, да, Мурайной бухте. Да, да. Казино, там все прочее. То есть, это другое. Делать природные парки, вот, они никогда не будут сильно прибыльными. Вот, и даже в США национальные парки, когда они так растручены, да. Все датируемые. Они всегда все датируемые все равно. Потому что это главная задача у нас в природных парках, это экосистемные услуги. Дать людям здоровье и душевное, и физическое. И для этого государства даже деньги давать. Ничего себе в этом нету. Это нормально. Ну, конечно, какие-то деньги надо возвращать частично. Почему нет? Потому что то, что бесплатно дается, обычно не ценится. Если человек заплатил, 10 рублей заходит, он потом третит. Он говорит, почему здесь софтира нет, нормально просто не построен. Потому что он деньги дал. А сегодня за него заплатил, он там пошел под кус. И сделал свое дело, и все. И никого не ругает, но сам натворил. Вот в чем суть-то, наверное. Воспитывать, наверное, людей. А вот по поводу воспитания людей. Первая же есть у нас. Теплый мор, видели, да? Первая гостиница построена нормальная. Да. Ну, куда ее запихали? Да. Вот куда-то там ее предприятилили, да? А Маньчжурская огромная бухта. Шикарнейшая бухта, да? Я вот был там в Рио-де-Жанейро, там это Капа-Кабана. Вот она не хуже. По длине, по размеру, по пескам, по воде. Но там же ничего не построено. Потому что земля вся не отдает, она уже вся кто-то ждет. И продадут эту землю не за пять рублей. А дороже, чем сам проект инвестиционный. Вот в чем суть, наверное. Это одна из самых больших проблем получилась. Да, потому что землю надо резервировать, и потом инвестору предлагать нормальные условия для этого, чтобы он знал, что он не пролетит. И чтобы правила игры не мели, скажи, пять лет. А же, если хочешь на пять лет деньги хотя бы, то в этом и строить на полгода, вот как там. Курятнички эти. Потому что завтра смыл их, но еще евро деньги получил. Вот как можно бороться с тем, что наши люди, ну, грубо говоря, там гадят там же, где отдыхают, мусор в сторону убрали и продолжают отдыхать? Вот тут что должно быть? Менталитет такой? От ребенка и дальше. С одной стороны, наказание жесткое. Тоже нет, нет. У нас сколько сейчас полицейских, я пока еду по городу, я минимум восемь вижу, да, гаишников стоят? Да. А в лесу еду, никого вообще нету никогда. А почему? Вот сейчас новую программу начали в Сибири. Они просто ставят эти видеокамеры сейчас, которые фиксируют, помойки такие, которые не санкционировали палки. Да. Машина подъехала, свалит. А у нас номера, все, пожалуйста. Так хлопните, чтобы мало не показалось. США курок выкинул, 100 баксов из машины. И будь уверен, что тебя поймают. Все зафиксируют, и на тебя напишут, и все, и поверят ему и накажут. У нас же и наказания нету, и воспитания нету. В школах убрали экологию, в школах убрали биологию. Ну там все до минимума сократилось. Это же как люди нового тысячелетия должны понимать, что мы живем только с природой. Если мы не найдем вариант сотрудничества с природой, мы просто исчезаем как человечество. Ну и все. Всем понятно. В завершение, что бы вы хотели сказать жителям Приморского края? Я счастлив, что здесь живу, и рад за вас очень, потому что край уникальный на самом деле. Я объехал, наверное, весь мир. У меня было такое счастье, возможность путешествовать очень много и по работе, и по душе. И я вернулся сюда, и никуда не захотел иммигрировать. Хотя была много раз возможность, конечно, с свободным английским языком устроиться хоть куда. Здесь и по климату, и по природе одно из самых худших мирных. Давайте сохраним это, чтобы нашим детям и осталось. У меня здесь 4 ребенка, 2 внука. Я хочу, чтобы всем было хорошо здесь. Давайте вместе это делать. Спасибо. Надеюсь, что все ваши мечты воплотятся в реальность. То, что сделали, еще сделаете. Все у нас будет хорошо. Очень хочется в это верить. У нас был в гостях Юрий Дарман, директор дальневосточного филиала Всемирного фонда дикой природы. Берегите природу. Спасибо большое. Всего доброго.